Урюпинск стал центром епархиальных торжеств, посвященных 190-летию явления Урюпинской иконы Божьей Матери. В Волгоградской области торжественными службами отметили юбилей почитаемой святыни, а также пятилетие образования Урюпинской епархии. Богослужение в праздничный день возглавил епископ Балашовский и Иртищевский Тарасий, ему сослужили епископ Урюпинский Наванинский Елисей и епископ Калачевский и Паласовский Иоанн. По уже сложившейся традиции после богослужения накануне праздника, из Покровского собора к святому источнику на месте явления Урюпинской иконы Божьей Матери направился крестный ход. Епископ Елисей тепло на путство отправляющихся, а казаки приняли на свои плечи один из списков чудотворного образа, второй из них остается в храме, и все вышли на церковный двор. У нас крестный ход идет до источника святого. Сопровождаем там ночью молебель, и утром она возвращается сюда, в город Урюпинск, где проходят мероприятия люди, прихожане и все остальные общаются с ней, прикасаются с ней и благословение. Мы рады, что мы участвуем в этом празднике, тем более сейчас проходит пятилетие епархии, и нас Владыка пригласил попраздновать и разделить радость вместе с ним, со всеми нашими друзьями и гостями этой епархии. Праздничная божественная литургия, состоявшаяся в Покровском соборе, непосредственно в день явления Урюпинского образа, безусловно, стала самой многочисленной по числу участвующего духовенства. Епископу Балашовскому и Ртищевскому Тарасию сослужили несколько десятков священнослужителей Волгоградской митрополии, Балашовской и Московской епархий. Наполненный солнечным светом и светом люстр, храм словно стал еще светлее от сияния небесно-голубого облачения священников. Я уверен, что когда Владыка Герман принимал решение, называл Урюпинской, Нуваньской епархией, он основывался в том, что у нас есть, еще раз говорю, жемчужина православная, это чудотворный фон Божи Матери. И, конечно, она в любых ситуациях нам всегда была помощницей. И случайно храм Покровский не останавливал свою деятельность ни на минуту, во время того момента, когда его построили. Праздник продолжился в Рюпинском городском центре культуры. По случаю празднования пятилетия образования Урюпинской епархии состоялось награждение духовенства епархиальными наградами. Праздничный концерт подарил участникам праздника «Доброе настроение». К этот праздник, я думаю, празднуем Матери Дожью, либо к нему приходят не только люди глубоко верующие, а порочи неверующие люди. И вот что самое интересное, вот такие неверующие люди получают, это позволяет как-то нас вместе объединить и увидеть это сами сегодня. Уже традиционно здесь, в центре города, совершается большое число людей, как бы именно здесь, именно ждут, когда придет там этот крестный ход, и мы сможем вот так пройти вот образом иконы Божьей Матери.